МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В городском музее идет строительство избы прямо в середине зала. Правда, будет она не целая, в разрезе, зато разместится на опушке леса. Значит, здесь будет диорама объемная, будут макеты еще домов представлены. По версии создателей, именно так выглядел поселок Реутово полтысячелетия назад. В новой экспозиции будут даже звери. Что уж говорить о предметах быта. А вот табличку руками не трогать даже заказывать не стали. Это будет история с погружением, обещают сотрудники музея. – Посмотреть исторические документы и ознакомиться, собственно говоря, с жизнью крестьян, с флорой и фауной края, который здесь был сейчас, собственно говоря, под Москвой превращается в такой индустриально-промышленный район. Раньше здесь были, собственно говоря, леса, здесь были пасеки, здесь была охота. Идея такого исторического строительства витала в воздухе давно. Долго думали, какую форму ей придать и решили. Диорама – то, что нужно. И объемно, и наглядно, и масштабно. Вся история от первого дома до современности в небольшом музейном пространстве. Я знаю шесть легенд названия, как происходило становление и название нашего Риутова. И вот в этой экспозиции как раз ей будет, понимаете, как бы сказка. Это очень интересно. Новая экспозиция откроется в январе, а пока организаторы ищут, чем ее наполнить. Очень надеются на помощь горожан. Старинные рушники, угольные утюги или прялки могли бы дополнить список экспонатов. В России уже третий год подряд отмечают День пенсионной грамотности. Глава Риутовского отделения фонда встретилась со школьниками. Валентина Кондакова сообщила о том, что с Нового года страну ждет очередная пенсионная реформа. Накапливать баллы как раз и будут дынешние школьники. Кроме того, каждый участник встречи получил учебник. Книгу выпустил Пенсионный фонд России. На страницах все о том, как формируется сумма и как ее в перспективе увеличить. Работодатель. Работодатель там, где вам предстоит завтра, послезавтра работать. Уплачивает страховые взносы в Пенсионный фонд. И эти пенсионные вложения являются в будущем пенсией. Увлекательно о пирамидах и фараонах учеников пятого класса. Нужно не просто научить их, нужно заразить любовью к истории. Сергею пока удается. Он сам недавно сидел за партой, потом поступил в педагогический. В отличие от многих однокурсников, решил работать в школе. Но не в столице, а в Подмосковье. В Москве везде нужен стаж работы. Поэтому молодому специалисту в Москве закрепиться очень сложно. Жилье мне предоставило город Риотов в общежитии на улице Павковой. У меня есть своя комната. Риотов – один из немногих городов в регионе, где новичкам дают жилье. В перспективе из общежития можно и в квартиру переехать. А еще освоиться на новом месте помогают наставники. Тоже редкость по нынешним временам. Ходим на уроки, советы даем непосредственно уже после урока. Приглашаем к себе на уроки. Работает целая система. На базе управления образованием открыт учебно-методический центр. В общем, есть реальная возможность повысить профессиональный уровень. В итоге все реже молодежь уходит в Москву. Например, у нас оставалось 30% спустя год молодых специалистов. Ну, понятно, дорога через дорогу Москва. Поэтому можно уже посмелее быть и перейти, найти место себе там. То теперь, ну, во всяком случае, процентов 60 с прошлого года у нас молодых специалистов осталось. Работать в Риотове теперь престижно. Едут из разных уголков Подмосковья. Да и педагог, похоже, снова звучит гордо. Если год назад молодых специалистов критически не хватало, то теперь в школах вакансий почти нет. Да, леют парус одинокий, что-то, да, не помню. Да я даже не знаю. Белеет парус одинокий, туманья, море голубом. Что еще в стране далекой. Что кинолом в краю родном. А дальше? Дальше не помню. Играет волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Увы, он счастья не ищет и не от счастья бежит. Под ним строятся те лазури, над ним усещенцы золотые. А он мятежный просит бури, как будто в буре есть покой. Синоптики обещают, что днем будет пасмурно, временами возможен дождь и довольно холодно. Плюс пять днем, к вечеру до четырех градусов выше нуля. Ветер восточный, четыре метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин